Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Вера Ионкина. В Екатеринбурге, несмотря на протесты местных жителей, переименовали часть улицы на месте расстрела семьи Романовых. Глава администрации Екатеринбурга подписал постановление о переименовании части улицы Толмачева в Царскую в память о династии Романовых. Городоначальник принял такое решение еще 27 мая, однако на официальном сайте мэрии сам документ до сих пор опубликован не был. Владимир Путин стал почетным гражданином Севастополя. Звание присвоено за совершение мужественных поступков во благо жителей Севастополя. За принятие постановления депутаты проголосовали единогласно. Среди 40 почетных граждан Севастополя Лев Толстой, Юрий Гагарин, Герман Титов, Эдуард Осадов, Леонид Кучма. Члены высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев и Алексей Диденко, а также депутат Владимир Сысоев предлагают ввести госмонополию на добычу морепродуктов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы. Парламентарии напоминают, на отечественном рынке действует немало предприятий, которые занимаются нелегальной добычей водных биоресурсов. По различным данным, незаконный вылов водных биоресурсов в России составляет до 20% от общего объема вылова. Такие предприятия фактически браконьеры. Не только не платят налоги в государственный бюджет, но и нарушают популяцию отдельных видов биоресурсов. Поставляют рыбу за границу. Депутат ЛДПР Андрей Свинцов с рабочим визитом посетил Подмосковье. Например, в Чехове команда ЛДПР встретила теплый прием. Мы сейчас находимся в городе, замечательном подмосковном городе Чехове. Около нашей штаб-квартиры ЛДПР, районного отделения ЛДПР. Это, можно сказать, образцово-показательная штаб-квартира, наверное, по всей Московской области. Мы уже были во многих городах. Вместе с депутатом Государственной Думы Андреем Николаевичем Свинцовым мы объезжаем города Юга Московской области. Беседуем с главами районов, муниципальных образований по поводу выборов в предстоящую Государственную Думу. Я ехал в соседний город и вот узнал от моих друзей, что у вас здесь сегодня праздник. И обязательно решил заехать и вас поздравить, пожелать вам хорошего настроения. Сегодня у вас такой замечательный день. Я помню свой такой же день прекрасный. Я также радовался тем победам, которые были у меня в школе. И также надеялся, что дальше ждет меня прекрасное будущее. Я своим будущим доволен. Я желаю вам, чтобы ваше будущее было ничуть не хуже. Вы все станете хорошими спортсменами, хорошими музыкантами, хорошими рабочими, хорошими директорами заводов. Кто-то из вас может станет депутатом, мэром или может быть даже президентом. Я желаю вам самого главного. Любить свою родину, любить своих родителей. Хорошо учиться, потому что учиться надо всю жизнь. Я до сих пор учусь. Поэтому самое главное, чтобы у вас было такое постоянное, теплое, доброе чувство к своим родителям, к своей родине, к своей семье, к своим друзьям, к нам, к представителям власти. Потому что мы стараемся работать хорошо. Мы стараемся работать для вас, чтобы у вас было хорошее будущее, у ваших родителей было хорошее настоящее. Поэтому я благодарю организаторов, что разрешили нам выступить здесь, поздравить вас с этим замечательным праздником. Еще раз вас поздравляю. Желаю вам всего самого-самого хорошего. А когда вы закончите ваше мероприятие, вас будут ждать наши подарки. У нас, знаете, еще в чем проблема, как бы, может, и не касается сегодняшней встречи. У нас 9 врачей живет в инфекционном отделении. Об этом знают все. Начиная, как бы, от города... Ну, физический жуткий жуткий жуткий, да? Да, как город обещал. До губернатора. Мы уже два года боремся за то, чтобы людям выдали квартиры, которые им обещали на заводском проезде. Дом уже сдался давно. По сей день вопрос этот не решается. Вот на сегодняшний день меня ставят перед тем, чтобы я выселила этих людей на улицу. Естественно, специалисты уходят из города. Вы сейчас поднимите. А квартиры в городе есть. А квартиры в городе есть. Есть квартиры. Они не только на заводском, а и в новых домах есть. Ну, вот обращение сделайте. Давайте на губернатора напишу и обращаю. Продолжаем эфир. Сегодня в студии Сергей Марусов, координатор Северо-Западного округа. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что у вас нового в округе происходит? Чем сейчас вы заняты? Ну, в округе у нас, как всегда, задача номер один стоит. Это, в первую очередь, парламентские выборы, государственные дома, которые намечены 18 сентября текущего года. Ну, и практически идем к этому, к выборам Государственной Думы. Это первоочередная задача для нас стоит в качестве, как меня, как координатора по Северо-Западу. Ну, вот если в прикладном варианте, как это выглядит? Как работа идет? Чем привлекаете людей? Ну, работа, в первую очередь, идет, опять же, вот, это с избирателем напрямую. Это раздача агитматериала, это мобильные приемы. Приемные также у нас на округе работы по всем восьми районам, грубо говоря, северо-западного округа, в качестве координатора по Северо-Западу. Ну, прием обращения граждан, РМП, разум материальной помощи и прием населения. По нашим приемным отделениям, которые находятся в Строгино, также, напомню, в Митино и Северо-Западу, в Велеселадце. Расскажите поподробнее про мобильные приемные, как они выглядят. Мобильные – это прямое значение, то есть это передвижная какая-то? Да, это передвижная, это газель, символика ЛДПР. Она передвигается по избирательному округу, скажем так, и привлекает, опять же, внимание граждан. И желающие, которые не безразличны, скажем так, наш курс политический, ну, или вообще просто прохожие, которые вообще интересны, они подходят, задают вопросы, пишут обращения. Опять же, раздача агитматериала – это, в первую очередь, газеты и атрибутика ЛДПР. А бывает такое, что человек идет, заходит к вам и говорит, что я состою в другой партии, или я приверженец взгляда в другой партии, «Ну, вот вы меня заинтересовали, хочу к вам перейти». Бывает такое? Ну, опять же, да, бывает такое и нечасто, но бывает. Ну, мы, как правило, берем наши ряды уже, грубо говоря, если человек вышел из состава другой политической партии. Это обязательное требование? Это обязательное требование. Скажите, у вас есть какое-то понимание, какой из районов округа Северо-Западного наиболее активен именно в плане обращения граждан? Ну, в первую очередь, это Октябрьское поле, это метро Октябрьское поле, район Щукино. Митина также активно участвует, постоянно люди к нам приходят в общественные приемные. Ну, Северный Тушин. Ну, Строгино чуть менее, потому что это самый молодой штаб наш, грубо говоря. Но потихоньку-потихоньку все равно наплыв людей увеличится с каждым месяцем. А с чем вы это связываете? Вот именно с тем, что где-то помоложе коллектив, да, и меньше существует офис, либо где-то больше? Либо наоборот, это связано скорее с транспортной инфраструктурой, потому что, например, Октябрьское поле – это большой район, где много транспортных пересечений, метро, да, там автобусы, троллейбусы. И Митина также, вы сказали, там тоже действительно очень много людей, транспорт. Строгино потише получается? Ну, Строгино – самый малонаселенный, скажем так, район из всех перечисленных. Но там же тоже есть метро, и это очень нам помогает в качестве раздачи агитматериалов. Но люди немножко менее активные. Ну, опять же, повторюсь, это штаб недавно только у нас появился, поэтому стараемся агитировать. Недавно это когда? Расскажите поподробнее. Это конец 2015 года. Это самый молодой. А самый наиболее долго существующий? Это, естественно, окружной штаб, это метро «Октябрьское поле» по адресу маршал Березов, дом 7. И сколько лет он существует? По крайней мере, я знаю лет 10 точно. Скажите, вот так же, если разброс делать по районам округа, какие вопросы беспокоят людей? Есть ли какая-то картина уже? Например, в Митина одна история, Северная и Южная Тушина другая история. Да, вот, допустим, в Митина, там в первоочередной стоял парк, Митинский парк по незастройке, так называемым торговым центрам. Мы всячески помогали жителям. Незастройки – это люди против, чтобы построили, да? Да, против Ледового дворца, который там хотели местные власти поставить. Люди близ ближайших домов, они были против. Им в первую очередь нужно было сам парк, как он есть изначально, но никаких торговых центров они там не хотели видеть. И до сих пор не хотят видеть. Но это первоочередная у Митинцев была задача. Отстояли этот вопрос? Отстоять. Ну, до сих пор его нет уже, парка. Ну, вы сами знаете, как у нас бывает, перенесли на год и на полтора, а потом свое дело сделают. Или вовсе отказались? Это тоже разница большая. Помимо нашей политической партии, которая поддерживает жителей, есть еще инициативные группы жителей, которые тоже всячески борются с этими моментами, которые ходят по судам, отставят в первую очередь интересы жителей Митина, которые не хотят застройки этого парка торговым центром. В Строгино что людей беспокоит? Там как? В Строгино, ну, опять же, в сфере каких-то бытовых моментов, это инфраструктура. И, опять же, благоустройство дворов, ремонтов капитальных, междумовых территорий и так далее. Такие первоочередные задачи. А вот оставшиеся районы, сколько еще там районов насчитывает округ? Округ насчитывает 8 районов. Это Северно-Южная, Покровская-Стрешня, Укуркино, Митина, Строгино, Щукино и Хорошом, Нянеке. Вот помните самую первую почти платную, выделенную полосу для транспорта и платную по штрафам? Это вдоль Покровского-Стрешня вы ввели, правильно я помню? Да, это район Покровская-Стрешня в сторону района Митина. Как вы оцениваете результаты? Да, и сейчас там ведется строительство, там развязка, один поворот запретили, потом переделали вообще движение, разворот в другом месте сделали, аж на Ленинградском шоссе, правильно я помню? Да, да, да. Как жители и вы, как оцениваете вот эти все движения и действия? Ну, я расцениваю, я как автомобилист в первую очередь, трафик в Москве увеличивается, поэтому приходится с некоторыми моментами, как бы сказать, потерпеть в связи со стройкой, но тенденция идет в лучшую сторону, на мой взгляд, скажем так. Поэтому есть какие-то неудобные моменты по поводу разворотов и так далее, сужений и развязок, но я считаю, что это пока временно. А вот вы помните улица Свободы, она когда переходила в Волоколомское шоссе, это все стояло, да? С утра можно было с 8 часов до 12 стоять. Сейчас там полегче ситуация? Ну, мне кажется, что да. Все-таки разгружается в связи... Вот недавно ввели эксплуатацию эстакаду возле метро Тушинская, и трафик увеличился в лучшую сторону, на мой взгляд, опять же. Это напротив... Там рынок был, да, раньше? Раньше, да, рынок там был вещевой. Его снесли, закрыли? Да, там снесли, закрыли, и сейчас там гостиничный комплекс строят, насколько мне известно, возле стадиона «Спартак». А стадион уже введен в эксплуатацию, уже все отстроено, и, можно сказать, облегчает. Проводят матчи, и также мы знаем то, что открыли метро «Спартак». То есть, можно сказать, в округе идет хорошая работа по разгрузке. Вопрос такой. Помните, там на транспортном выезде как раз с Волоколамки на свободу были трамвайные пути, и очень часто люди нарушали, там объезжали. Так вот, сами жители убрали кирпичи и камни, чтобы автомобилисты, в частности, на легковых авто, не смогли проезжать. Это была инициатива самих жителей. Чтобы не проезжали. Да, да, да. Как вы это оцениваете? Ну, оцениваю, что правильно, что должны люди соблюдать правила дорожного движения, в первую очередь, и не мешать общественному транспорту. Ну, вы знаете, да, общественные трассы, это у нас автобус, троллейбусы, также трамваи. Но на некоторых, по правилам дорожного движения, можно совершать, грубо говоря, попутное направление, подвижение трамвальных путей. Да, вот этим и пользовались люди. Да, но не как на обочине, как в данном случае, это нарушение правил дорожного движения. Поэтому все правильно, зачем? Если стоит трафик, нужно, как говорится, не нарушая правила, тоже... Да, не мешать другим. Да, и не мешать другим, особенно общественному транспорту. О проблемах округа мы поговорим чуть позже, сейчас мы перервемся на рекламу, далее продолжим. Итак, говорим о проблемах северо-западного округа и о том, с какими вопросами обращаются жители округа и всех районов, которые входят в этот округ. Хотелось расспросить поподробнее все-таки о мобильных приемных. Как, например, решается, куда сегодня поедет машинка? Ну, опять же, мы стараемся, чтобы машина стояла в разных местах, потому что нужно обхватить как можно больше кварталов, опять же, и жители, чтобы видели все, что работает общественно-приемно. Если это... А ничем хороши эти мобильные приемные, что человек, приходя с работы, не всегда может в будний день и по времени, и по каким-то другим обстоятельствам дойти до нашей приемной, которая, ну, я уже говорил, по каким адресам находится, Строгино, Октябрьское поле, Северное Тушное Митина, чтобы вот напрямую, может быть, у него просто вот может какое-то обращение возникнуть в три секунды, грубо говоря, увидеть, что работает общественно-приемная, подойти, да, и, грубо говоря, изложить свои обстоятельства. То есть в течение дня автомобиль с символикой стоит, и можно подходить, или он передвигается полдня в одном месте, полдругом? Ну, разный формат. Можно, чтобы с утра был, вечером, можно какой-то обеденный перерыв устроить. По субботам и воскресеньям лучше, конечно, это вот время с 12 до 3 часов, это самое оптимальное, когда люди уже отдохнувшие выходят на улицу, или по каким-то своим делам видят общественную приемную, мобильную, и обращаются. В будни обычно это утро и вечер, удобнее так. Скажите, а замечаете ли вы какое-то внимание ненужное, да, порой, от, например, от полиции, или от инспекторов ГИБДД, гоняют ли, просят ли убрать машину? Бывает такое? Ну, я не скажу, что гоняют, но проверка документов осуществляется периодически, и я считаю, что это нормально, они должны понимать. Но у нас все разрешения, как правило, есть от префектуры. То есть должно быть обязательно разрешение на эту деятельность? Конечно, да, разрешение по поводу мобильных приемных, чтобы не было вопросов у сотрудников полиции, и нам было спокойнее так работать. Ну, то есть, получается, вы работаете, имея все документы, и вас оставляют в покое, да, можно сказать, что проблем нет здесь? Да. С какими вопросами к вам именно на улице подходят? Одно дело, когда человек понимает, что он в приемную стационарную придет, да, он готовит документы какие-то. А с чем люди обращаются, которые действительно вышли из метро, увидели вас, и, ой, вспомнил, нужно что-то спросить? Ну, в первую очередь, опять же, я скажу, что это благоустройство того либо дома, либо междумовой территории, в которой человек живет, проживает, либо временно, либо прописан. Это инфраструктура, это вывоз мусора, это детские площадки, так скажем, это заброшенный автотранспорт, который тоже иногда местные власти забывают эвакуировать. Поэтому разного характера обращения есть какие-то бытовые моменты, которые тоже люди, там, муж-жена живут вместе, поссорились и так далее. Но в основном, это, опять же, повторюсь, это именно благоустройство. Вот район Октябрьское поле, в нем немало ведь домов, которые можно назвать старым, да, жилым фондом. Есть ли какие-то дома или, может быть, целые объекты крупные, да, которые нужно срочно ремонтировать или сносить, но никаких движений по этому вопросу не идут? Ну, я как координатор, я стараюсь присутствовать на всех муниципальных собраниях того или иного района. Иногда, бывая на встречах, это отчет глав управ перед муниципальными депутатами. И на них часто присутствуют, как правило, это местные жители, которые также задают вопросы, это главе управы. И обращаются к нам тоже с теми же вопросами. Мы, в свою очередь, пишем обращения и тоже помогаем им. А все ли главы управы идут на контакт? С вами отвечают, потому что многие координаторы жалуются, что власть на месте, вот именно такая местная, совершенно никак не идет на контакт. Ну, бывает по-разному, смотря какой вопрос по детской спортивной площадке, скажем так, не детской, а по спортивной площадке воркаута, которую я уже добиваюсь целый год. Я даже был на приеме у префекта нашего северо-западного, у Пашкова, который сначала, в свою очередь, пообещал, что он поможет в этом вопросе. Ну, я так понял, что сейчас парламентские выборы на носу, и я так понимаю, что они не хотят какое-то предпочтение даже, помогая жителям поставить площадку воркаута, сразу видят какой-то политический в этом подтекст, то, что самое интересное, я же к нему обращался как к жителям района. То есть вы не раскрывались, да, инкогнито пришли? Ну, они уже все понимают и знают. Они все знают, в лицо всех, да? Да, поэтому сначала вроде бы поддержал, а потом решил этот вопрос поднять на портале, ну, грубо говоря... Общественного мнения, да? Да, общественного мнения, активный гражданин. А потом пришла отписка от префектуры о том, что они в этом году, у них не заложен бюджет на эту площадку, поэтому... А примерно есть какая-то оценка, сколько финансовых средств потребуется для осуществления этого вопроса? Ну, я думаю, для города я в районе, может быть, 500 тысяч, но это очень хорошая была бы спортивная площадка для молодежи. А если вдруг все-таки префектура, официальные власти откажут в этом вопросе? Отказ уже был официальным письмом. Ну, после выборов, когда они пройдут. Ну, хотелось бы, конечно, в это верить, потому что... Вы не будете оставлять этот вопрос? Нет, конечно. Какие тогда пути решения, если самим этот вопрос решать? Есть пути решения, это запрос, депутатский запрос. А бывает ли такое, что вот как-то официально они решаются, какие-то вопросы, да, или решения, а есть большое желание у жителей, они как-то собираются, вместе решают, скидываются и сами делают? Конечно, но бывают инициативные группы, которые создают сами жители, назначаются инициаторы инициативные группы, и они продавляют этот вопрос, в свою очередь, идут по всем инстанциям, грубо говоря, даже, может быть, доходят и до судов, но это долгая, кропотливая такая борьба, скажем так, но, как правило, добивается успеха. Не могу вас не спросить еще об одном важном объекте для жителей вообще округа, и, в частности, Тушино, двух районов, и Северное и Южное. Это парк, да, большой парк Северное Тушино, правильно я помню? Да. Вот там есть качели и карусели для детей, причем для детишек именно малого возраста. Скажите, пожалуйста, кто-то следит за качеством оказываемых услуг? Может ли кто-то из граждан вам пожаловаться, чтобы вы как-то пришли, не знаю, какую-то контрольную закупку сделали, прокатились там с детьми, посмотрели, просто хотя бы бытовым визуально? Ну да, есть. За все эти моменты отвечают местный ГБУ жилищник, так называемый, в котором можно обратиться, написать жалобу. Если жители это не устраивают, они могут прийти на собрание местных депутатов и тоже этот поднять вопрос перед депутатом, который отвечает за этот свой участок непосредственно, который... Также можно к нему записаться на прием и поставить, грубо говоря, этот вопрос ребром. Но, опять же, можно прийти на прием к главе управы, ну и в лучшем случае, конечно, это записаться на прием и попасть к префекту Северо-Запада. Ну вот смотрите, этот парк в последнее время действительно очень облагородился, там удобно, красиво и приятно отдыхать. Вы говорите, ГБУ жилищник, да, можно им петь дифирамбы, они все хорошо делают, убирают, но именно вопрос безопасности. Это же не может ГБУ жилищник контролировать, правильно? Это должны быть какие-то государственные органы, которые обладают полномочиями. Именно контроль за каруселями, качелями, то, что касается жизни детей. Ну да, это можно обратиться в наши органы, которые... Роспотребнадзор, также можно написать жалобу. То есть любому гражданину можно? Не, любому, да, любому гражданину. А вы сами там бывали, вас все устраивает? Ну, с каждым годом, скажем так, идет на улучшение. А вот общественные пляжи там тоже есть, да, насколько я помню? Не помните, там можно будет купаться? Есть, да, Сребренный Бор, это район, хорошо, у Мневники, то зоны для купания официальные, у них там это второй пляж, третий пляж, пожалуйста, там, они каждый год открывают, и люди, да, с удовольствием приезжают, со всей Москвы съезжаются, отдыхают, купаются, поэтому... В каких еще парках можно время провести в вашем округе? Ну, помимо Сребрного Бора можно и, опять же, в Митинском парке, вот, про который я говорил. Который отстояли, да? Да, который пока еще, да... Пока еще есть. Пока еще есть, да, пока еще жители борются с этими моментами. Туда, пожалуйста, приходите, отдыхайте, лето. А вот жители в Митина, они против того, чтобы именно сквер-парк сносили, да, и там что-то построили, или им не нужен именно тот объект, который им предлагается? Им вообще в районе не нужен? Им вообще не нужен там никакой объект, потому что этот парк считается историческим, и люди же, проживающие в районе Митина, они же прекрасно понимают, что возле каждой станции метро есть торговый центр, и очередной, которая вырастет вместо парка, либо рядом с парком, с парковочными местами, которые займут очень большую площадь, даже больше, чем сам торговый центр, это тоже не нужно. Это, опять же, пострадает инфраструктура, это пробки, экология и так далее. А вот вы сказали, парковка, хватает ли их в районе, в том же Митина, например? Ну, их нигде не хватает, на самом деле. Митина, знаете, достаточно молодой район, и многоэтажные дома, и поэтому проблема с парковками, она по-прежнему остается актуальной для всех районов, скажем так, города Москвы. А вот в Октябрьском поле, можно сказать, по крайней мере, на стоимость квартир влияет, близость к центру, 10 минут можно на Тверской оказаться. Есть ли шанс, что туда придет платная парковка, и может быть, есть какие-то уже предпосылки? Есть предпосылки в районе Щукино, это Первого Коламске, уже стоят там терминалы, по оплате парковок. Уже взимается плата? Да. Второй Волоколамский проезд тоже там. Ну, там же, как, страдают в первую очередь тоже жители, которые проживают там. Ну, я так понял, что это дело с перспективы на торговые центры, которые там расплавают, бизнес-центры. Но, опять же, повторюсь, и страдают местные жители, которые там тоже рядом проживают. Ну, местные жители как-то протестуют, потому что, например, в том же Отрадном люди выходили на акции протеста, в том числе с помощью ЛДПР, и пытались как-то свое мнение высказать. Вот в северо-западном округе как-то вопрос решать? Люди, конечно, естественно, возмущены, когда они приезжают в центр города Москвы и платят деньги за парковочные места, возвращаются домой, и также им приходится оплачивать. Мы, в свою очередь, я как координатор, организовывали по этим улицам, мы собирали петицию в поддержку отмены за платные парковочные места в спальных районах города Москвы. Люди не хотят видеть этого у себя под домом, грубо говоря. Ну, пока вопрос под вопросом, да? Остается открытым, да. Ну, что ж, спасибо вам за комментарий, за рассказ об округе. Я думаю, мы сегодня много районов ухватили, да? Ждем вас снова. Спасибо за то, что пришли. Всего доброго. До свидания.